В Париже цветут каштаны. Париж, Франция, конец апреля 2015 года. Обожаю интересные поездки, особенно если в них можно втиснуть работу и путешествие. В этот раз так и получилось. Работа со шляпным дизайнером Арлет Бурго для ее первой выставки в Париже и прогулками в этом удивительном романтичном городе, пахнущем свежеиспеченными круассанами, утреннем кофе и говорящем на языке любви. Путь от Женевы до Парижа занимает три часа на скоростном поезде Тежеви. Буквально на днях перед поездкой я прочитала несколько советов по планированию успешной жизни. Мне показалось это интересным и я решила проэкспериментировать эти советы на себе. Усевшись в удобное кресло у окна, я достала ручку, блокнот и подумала, что ж тут планировать, когда и так все ясно, что сейчас поезд тронется и повезет меня в Париж. Немного подумав, я сделала первую запись. Хочу доехать до Парижа быстро и с удовольствием. Мы тронулись и поехали, быстро набирая скорость. Поезд летел вперед мимо высоченных гор, одетых в легкую зеленую дымку набувших почек и распускающихся весенних листьев, мимо изумрудных озер и журчащих ручьев, мимо бескрайних полей, на которых пасутся необыкновенные белые коровы. Вдруг потемнело и пошел дождь. Я смотрела на бегущие по окну капли дождя и незаметно для себя уснула. Проснулась от возникшего движения в салоне вагона. Пассажиры направлялись к выходу. Мы приехали в Париж на станцию Лимон. С чемоданом и коробками я погрузилась в такси, которое ловко лавировало между несущимися машинами по улицам Парижа. Орлет ждала меня с нетерпением. Мы провели несколько часов в ее мастерской, обсуждая совместный проект и примеряя шляпы. Ужин был в маленьком ресторанчике рядом с мастерской Орлет. В четвером с ее мужем и одним из организаторов выставки мы заняли столик у окна. Блюда и закуски были вдвойне вкуснее от ласкающих слух французских названий. Вино было дорогим и пьянящим. Вечер прошел быстро, за разговорами и обсуждениями предстоящей выставки. Уже к полуночи я добралась до гостиницы и уставшая, но бесконечно счастливая, вспомнила свою запись в блокноте, которая воплотилась в реальность. Улыбнувшись, я уснула с наслаждением, предвкушая завтрашний день. Я не могу.